Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает Почти Официально мотосезон еще не открыться, но на улицах уже начали появляться байкеры и скутеристы ГИБДД напоминает, заметить такого участника движения сложнее, чем автомобиль Поэтому водителям авто надо соблюдать минимум два несложных правила Во-первых, почаще смотреть в зеркала заднего вида перед любым даже самым незначительным маневром Во-вторых, не забывать пользоваться указателями поворота Надо учитывать, что мотоциклисты могут двигаться между рядами, да и вообще выскакивать там, где их не ждешь Мотоцикл гораздо быстрее способен набирать скорость и стремительно останавливаться Трасса 101 Приобрести новые летние шины этой весной собираются около 30% российских автомобилистов Соответственно, 70, сообщает издание, за рулем будут ездить на хранящейся с прошлого года резине Среди тех, кто планирует купить новые покрышки, порядка 50% отдадут предпочтение отечественным производителям Другая половина – это Европа и Китай Интересно, что порядка 40% автовладельцев еще не в курсе того, что импортные шины сильно подорожали На автовазе определились с тем, как упростить Lada Vesta Главным новшеством станет оснащение модели не традиционным, для нее 16-клапанным 106-сильным бензиновым мотором А 90-сильным 8-клапанником То же самое недавно проделали с кроссовой версией Lada Largus Автомобиль в итоге подешевел всего на 10 тысяч рублей Выпускать Vesta с менее мощным мотором начнутся не ранее сентября этого года Сейчас заводские цены на машину начинаются от 1 миллиона 122 тысяч рублей Ранее в Тольятти говорили, что на поиски альтернативной электроники для Vesta уйдет не менее двух лет В Ростовской области вывели на чистую воду целую бригаду гаишников-взяточников Под суд могут пойти разом чуть ли не три десятка полицейских Работали оборотни так На трассе злоумышленники делают фото проезжающих машин Снимки быстро обрабатывают в редакторе, так чтобы было видно, что водитель якобы нарушил ПДД Затем фотографии пересылаются на ряду, который находится за несколько километров Тот уже и занимается разводом автовладельцев на деньги Сумма взяток, по данным МВД, иногда доходила до полумиллиона рублей Через несколько дней Cherian представит очередную новинку для России Полноприводный семиместный кроссовер Tiggo 8 Pro Max О его стоимости пока не сообщается Цены на обычный переднеприводный Tiggo 8 Pro сейчас начинаются от 3 миллионов 220 тысяч рублей Pro Max оснащен двухлитровым турбомотором мощностью почти 200 лошадей И роботизированной трансмиссией Прочие характеристики будут озвучены в ходе презентации На этом все Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова Подписывайтесь на наш телеграм-канал Трасса 101 До свидания Трасса 101 Субтитры создавал DimaTorzok